Всем доброго времени суток, дамы и господа. Давеча всплыла новость о том, что неизвестные избили известного в неизвестных мне кругах юмориста с шутками и драками Рзалезады. Кстати, давайте в очередной раз похлопаем работе независимых и честных изданий. Да, именно так он и сказал. Матрас весь к говнею. Просто, я не знаю, если что, предыдущие съёмки русские, и, видимо, русские обмазываются говном. И ложатся спать. Нет, ну матрас выгодил, да? Матрас, честно. Я понимаю, если бы это был Достоевский, прошёл мимо меня так, и я такой, блин, он написал, что при наказании может на меня так сказать, это какой-то русский Павел, с какой-то стати, смотрит на меня с презрением. Вы знаете, как и у большинства людей, круг моего общения достаточно разношёрстен, и я довольно легко принимаю чужие вкусы и взгляды. Кто-то из моих друзей любит мюзиклы, а кто-то предпочитает театр, кто-то предпочитает айфоны, а кто-то андроид, кто-то слушает русский рэп, а у кого-то IQ больше 40. И со всеми этими группами я прекрасно уживаюсь. Кроме одной. Ненавижу фанатов русского стендапа. Это сейчас не аргумент к чему-либо, это просто мой личный опыт, который нельзя экстраполировать куда-либо. Но так получилось, что если я вижу самого тупого, совершенно постного дебила, с которым не то что говорить не о чем, а с ним просто стыдно разговаривать, его стыдно слушать, потому что вне зависимости от взглядов, любые куски информации связаны в его голове какими-то магическими узами. Так вот подобный человек почти во всех случаях вконтакте был подписан на стендап. Верная обратная ситуация, в большинстве случаев, когда я начинал общаться с человеком в подписках, у которого увидел данную группу, он оказывался именно тем, что я перечислил ранее. Эта новость напомнила мне, насколько я их ненавижу, и в этот раз я хочу поговорить именно о них. Но говорить я буду не о шутках, моё чувство юмора, к сожалению, не очень-то про юмор. Но посредством юмора они зарабатывают себе некий вес своего голоса. И я хочу поговорить как раз-таки о том, что они говорят вне стендапов, а потом сказать пару слов о том, почему я считаю, что это не бесполезная для разговора тема. Сегодня усиленный дисклеймер. Обычно я отсылаю зрителей на оригинальный видеоролик, чтобы убедиться, что я не искажаю посыл монтажом. Но в данном случае я вообще не буду использовать оригинальный видеоролик, так как начну я с Долгополова и основываться буду на его интервью Дудю от 2019 года. А у Онова совершенно поехавшая партнёрка, которая снимает монетизацию за использование любых материалов, находящимся на его канале в любом количестве. Притом самым ублюдским способом. Посему в данном видеоролике я буду оставлять таймкод, картиночку, а озвучивать говоримое Долгополовым или Дудём буду я сам. Так что я рекомендую переходить по ссылке в описании, переходить на указанные таймкоды и проверять, что я ничего не наврал. А теперь к делу. В данном интервью меня на самом деле интересует буквально минут 5-8 из середины, но начать хочется с самого начала. Самый недооценённый комик в России. Есть такой. Саша Долгополов. Просто держите в голове, кого вы только что увидели. Перед тем, как начать писать свой текст, я решил прошерстить соцсети Долгополова на предмет кое-чего и увидел у него в контактах вот этого молодого человека. Собственно, он прямо в этом интервью его упомянет и будет утверждать, что это его менеджер. Так вот, заходим мы на страницу этого молодого человека и что мы видим? Ай, какие молодцы! Интересно, а Александру там не обидно, что на самом деле любимый сын в семье папочки это не он? А теперь первый интересный момент. Комедия, как мне кажется, это лучший способ снять напряжение по поводу какой-то темы. И поэтому я очень злюсь, когда люди используют этот инструмент против и так уязвлённых групп населения. Допустим, против меньшин сексуальных или национальных, против женщин, против детей, возможно, против транссексуалов. Я думаю, что этим людям и так тяжело, и они и так в большом напряжении. Почему ты снимаешь напряжение с их угнетателей, давая им ещё большую возможность угнетать других людей? Наоборот, комедия должна помогать слабому, ты должен снять напряжение, ему и так тяжело. Эй, ты должен сказать, вы можете чувствовать себя легче, не напрягайтесь так сильно, вы не одни, всё в порядке, всё будет хорошо. Вообще, проблема рассмотрения подобных кадров состоит в том, что в их речи настолько отсутствует какой-то смысл и логика, что вопросы на их высказывание можно выстраивать бесконечно. Вот он перечисляет, про кого нельзя шутить. В их числе национальное меньшинство. Встаёт вопрос, а что, получается, шутить про, например, азербайджанцев запрещено, потому что их меньше, чем русских? По такой логике я понимаю, почему индусы и китайцы такие невесёлые, ведь по этой логике им вообще над кем-либо шутить запрещено. Я сейчас не пытаюсь намеренно совершить логическую ошибку. Конечно же, он, скорее всего, подразумевал, что в России нельзя шутить над национальными меньшинствами, подразумевая некое территориальное формирование, на котором нации являются меньшинствами. Только в этом случае получается ещё лучше. То есть, для того, чтобы пошутить над азербайджанцами, комику нужно ехать в Азербайджан, я бы очень хотел посмотреть на такую картину и на то, как быстро комик вылетит из этой страны с запретом на въезд в будущем. Я, кстати, всецело такое поведение одобрил бы. Это русские почему-то готовы жрать дерьмо. Русские обмазываются говном. И, что парадоксально, одновременно с этим позволяет разжигать ненависть, как как раз-таки национальному меньшинству. Потому что у обычного человека, который не готов жрать говно, но при этом не тратит время в своей голове на то, чтобы продумывать, как остановить конфликты на национальной почве, подобные шутки ничего, кроме лютой ненависти, не вызовут. Давайте ещё раз. Вот он причисляет, про кого нельзя шутить. Я сейчас цитирую. Про уязвленные группы, то есть про сексуальное меньшинство, национальное меньшинство, детей. Река — это жидкость, и она течёт. Время тоже течёт. Следовательно, время — это жидкость. Дети — уязвленная группа не в том же смысле, что и нацменьшинство или ЛГБТ. Они уязвленные по умолчанию из-за того, что человек — это такое существо, которое очень долго адаптируется, и в силу чего остаётся несамостоятельным до 15 и иногда более лет. Во-вторых, какая нахрен уязвлённая группа? Уязвлённый — это когда ты сделал какую-то хрень, выделываешься, а тебе сказали что-то, что поставило тебя на место, и ты стоишь такой губки надул. В общем, уязвлён. Дети — не уязвлённая, а уязвимая группа населения. Являются ли ЛГБТ или нацменьшинство уязвимыми группами населения? Нет, не являются. Они являются якобы угнетаемыми. И тут можно было бы сказать, что, ну чё ты докопался, человек просто по матчасти попутал, но он сразу после этого задаёт вопрос, почему ты снимаешь напряжение с их угнетателей? То есть всё он по матчасти понимает. Просто у него в голове настолько каша, что он даже речевым аппаратом своим не владеет. В свою очередь, если он имел в виду угнетаемый, являются ли дети угнетаемой группой? Довольно странно было бы так про них говорить, учитывая, что они, опять же, находятся в зависимом положении по умолчанию, а не в силу каких-то намеренных действий. Далее. Каким образом в ряд с сексуальными меньшинствами затесались транссексуалы? Они что, уже не сексуальные меньшинства? Ну и в конце концов, он причисляет, по поводу кого шутить нельзя. И у меня всплывают смутные очертания слова, которые содержат в тебе понятие вот этого всего выше. Как же оно там? Ах да, это слово цензура, против которой так активно жалуется сам же наш товарищ, но об этом ближе к концу. Следующий момент на 33.14. Цитирую, немного подрезая. Не знаю, с одной стороны, я чувствую, что как будто бы общество меняется и запросы общества меняются. Когда я начал выступать 6 лет назад, я не мог шутить про Путина. Про Путина никто не шутил вообще. Я помню разы, когда время от времени у тебя появляются шутки про Путина, это попадает мимо людей, либо им вообще похуй на это, либо они начинают злиться, потому что не поддерживают Путина. Сейчас ни на одном стендапе уже не встретишь людей, которые поддерживают Путина. Ни на одном. Любой выступ, я этому поражаюсь, так как я не понимаю, как это возможно. Даже на выступлениях в стендап-клубе номер один, где я работаю, на Новом Арбате, там шоу называется Big Stand Up. И на это шоу билеты стоят 2500. И на это шоу люди приходят чаще всего, которые вообще не разбираются в комедии. И они приходят туда, как на аттракцион. Скорее всего, это просто туристы из других городов. Приходят на вечер посмотреть на стендап. Люди. Максимально поверхностное осуждение о комедии. 2500. Двойные тысячи. С кальянами. Люди вот за 40 приходят в пиджаках. То есть публика абсолютно не из пабликов Навального. И раньше, я помню, когда я 3 года назад, допустим, выступал, раньше можно было еще встретить нескольких людей в зале, которые скажут про политику и которые будут «Бу-бу-бу-бу» «Нет!» Или кто-то спрашивает «Кто за Путина?» И там люди какие-то «Да! О!» начинают кричать. Сейчас абсолютно таких людей больше нет. Я прихожу на этот биг стендап и я слышу, как комики рассказывают про Крым, про Путина, про митинги. И люди аплодируют и кричат. И абсолютная поддержка. И это, конечно, влияет на комиков. Сейчас про политику есть шутки почти у всех комиков. В отличие от двух лет назад, где у единиц были шутки про политику. Люди это с удовольствием слушают, ждут это больше, чем другого материала. Ну, для начала, мне очень нравится, как это ничтожество хочет приписать себе хоть что-то в свой актив. Какую-то новизну, продемонстрировать, какие они сильные и смелые борцуны. Чуров звонит Путину, говорит, после выборов. Одна новость хорошая, другая плохая. Путин говорит, с хорошей. Он говорит, вас выбрали. Он говорит, а плохая за вас никто не проголосовал. Старичок старенький отпил пиво и сказал, это был жулик. Все так и ахнули, правда. Еще же утром передали по радио, чтобы я улетел куда-то к чертовой матери. В смысле, далеко очень. И я вспомнил, ну да, улетел он к чертовой матери с дружеским визитом. Все прыжок, гайдад, да? Ельцин, ранний Ельцин как раз был хорош тем, что вокруг него были люди умнее его. И он был таким ледоколом, номенклатурным, но вокруг в рубке сидели умные люди. А Путин сразу ниже себя, да? Сразу, чтобы еще ниже, чтобы еще бесцветнее. И вот эта порода фротков, зубков, да? Слюньков, зайков, воротников, как в советской речи. Уже неразличимая, да? Вот это второй этап про убожество. И третья... Да, они там в стендапе настоящие первопроходцы, первооткрывательники. Никто до них никогда про Путина никогда ничего не шутил. Они изобрели новый жанр политической сатиры. Хотя называть их юмор сатирой у меня язык не особо поворачивается. Хотя больше всего меня веселит не это, а очередная демонстрация его то ли глупости, то ли того, какой он скользкий тип. Я этому поражаюсь, так как не понимаю, как такое возможно. Говорит он в контексте того, что было раньше. А сейчас на стендапах нулевая поддержка Путина. И приводит он выше описанный пример с биг стендапом. Я приду ему на помощь и объясню, как такое возможно. Проблема в том, что говоря о каких-то стендап-туристах, я, кстати, без понятия, как он выяснил, что к ним кто-то из городов приезжает, и сколько приезжает, и как он определяет, что у них какое-то там слабое понимание комедии, они там соцопросы, что ли, проводят, или после стендапов сдают некое подобие ЕГЭ по комедии. Впрочем, наверное, он имел в виду то, что люди приходят на стендапы ему подобных и смеются. Что как бы и так подразумевает их крайне низкий уровень юмора. Но это все не важно. Я сейчас озвучу некоторое количество раздрозненной информации, которая сложится в довольно стройный вывод. Я думаю, не секрет, что большинство стендапов доступны в интернете. Говорит он о периоде с 2017 по 2019 года. И вы знаете, я что-то такое слышал, что в те, безусловно, далекие года интернет в России уже провели. Также он утверждает, что люди приезжают из других городов, и что билеты стоят по 2,5 тысячи. В регионах дохода, я вам напомню, меньше, чем в Москве, а живем мы, если верить подобной публике, примерно вот так. А также, думаю, очевидно, если занимаешься чем-то публичным, то рано или поздно становишься, если не знаменитым, то как минимум известным. Вот в прямом смысле известным. Я сейчас именно о том, что ранее ты был загадкой, люди не знали, чего ждать, приходя на твой концерт, а теперь ты известен, люди знают, на что идут. И вот знаете что, я не говорю, что 2,5 тысячи – это какая-то значительная сумма, но в то же время она далеко не копеечная, которой люди готовы разбрасываться. И я сомневаюсь, что люди, приехавшие из регионов, там, где зарплата меньше, чем в Москве, станут вот просто так на рандоме выкидывать 2,5 тысячи неизвестно на что. Особенно на фоне того, что их стендапы есть в интернете в качестве демоверсии. Идем далее. А вот раньше люди на стендапах гукали, когда шутишь про Путина. Объясняю дальше. Раньше стендап, как и вы все, был андерграундной, неизвестной хренью. И в данном случае я опять применяю слово «известный» в вышеуказанном контексте. Вас никто не знал. Вы и ваши шутки были неизвестны, загадкой. И логично, что если у вас цена за билет не 2,5 тысячи, а выступаете вы в какой-то задрипанной кафешке, то там будут люди, которые поддерживают Путина. Потому что они пошли для прикола. Они не знали, что так будет. И они не придут еще раз. Это были чисто случайные люди. Так что да, ключевое слово в твоей фразе это «кажется». В свою очередь, чем более вы становились известными, тем меньше становился шанс, что кто-то с другой точки зрения к вам придет. Зачем, например, мне, человеку, который по большей части поддерживает нашу власть, и который может что-то и выкрикнул бы из зала в знак несогласия, платить свои деньги, при том не копейки, как я уже ранее сказал, когда я заранее знаю, что там будет, и что я с этим в корне не согласен. Вообще, насколько нужно быть безмозглым, чтобы говорить об этом как о каком-то показателе. А давайте возьмем концерты группы Любэ, которые собирают залы, ну, чуть побольше, чем стендаперы, и начнем очень сильно удивляться, что на них нет ни одного навальниста. И все поголовно за Путина. Было бы довольно странно после этого начать утверждать, что запросы общества таковы, что людям кроме Путина ничего не надо. Далее момент на 38 и 20. Опять же, цитирую. В чем твои претензии к режиму и Путину? Мои претензии в том, что этот режим абсолютно закостенел. Этот режим, я столкнулся с этим еще в школе, когда учился, и сейчас это усиливается, и я сталкиваюсь с этим повсеместно, потому что вся наша жизнь уже пронизана этой закостенелостью настолько, что любая инициатива, хорошая или плохая, она подавляется, потому что обществу невыгодно изменения. Обществу выгодно, чтобы все осталось на своих местах, чтобы мы тихо, спокойно умирали, чтобы мы гнили в тюрьмах и не высовывались. И мне не нравится это, мне не нравится это потому, что это мое будущее, моя страна, я хочу жить так, как я хочу, а не так, как мне говорят. А теперь перечитайте то, что он сказал. Или пойдите на тот момент и послушайте. И вот эти дегенераты будут позволять себе шутить что-то про слишком абстрактные ответы Путина на конференциях. Закостенелость, с которой он столкнулся в школе. Он действительно юморист, звучит охренительно смешно. Где хотя бы конкретика, с какой закостенелостью он мог столкнуться в школе нахрен? Как вообще можно увидеть какую-то закостенелость, когда, говоря о такой вещи, у тебя в голове должна быть какая-то динамика развития, которая у тебя не может быть в силу нулевого жизненного опыта? Пойдем далее. Продолжение этого же самого монолога. Мне не нравится, что людям запрещено жить своей жизнью. Некоторые группы населения привилегированы в правах по отношению к другим группам. Мне не нравится, что тебя могут посадить просто так. Мне не нравится эта ненависть и злость, которая культивируется в нашем обществе. Мне не нравится, что в нашей стране эпидемия спида, с которой ничего не делается. Вместо этого людям добавляют новые уроки православного воспитания. Вместо того, чтобы бороться с реальными проблемами. Совершенно так же, как в начале этого монолога, ноль конкретики. Но что интересно, эпидемия спида, с которой ничего не делают. Извините, пожалуйста, а это кто сейчас говорит? Я сейчас не буду цитировать, так как это мелкие обрывки из разных частей интервью. Я постараюсь оставить тайм-коды на эти отрывки, чтобы вы могли меня проверить. Но говорит этот человек, который был женат, находился со своей женой в свободных отношениях, трахался с девицей, которая так же находилась в свободных отношениях с ним и с другими мужиками и бабами, с которой он по итогу жил вместе с женой, которая так же трахалась с такими же людьми. И вот он с ними устраивал тройничок. У меня есть смутные подозрения, что именно такая модель и способствует распространению венерических болезней на территории нашей страны. Так что, дружок, тебе ли в этом плане кого-то обвинять? Потому что настоящей борьбой со спидом со стороны государства была бы стерилизация тебя и тебе подобных. Ну и как по мне, уж лучше православное воспитание, чем воспитание от таких уродов, как ты. И раз уж речь зашла о сексе. Долгополов утверждает в феминистическом контексте, что секс в нашем обществе это акт обладания женщиной. Дутева спрашивает по поводу ситуации с Харламов, и он отвечает ему, цитирую, и соответственно, учитывая то также, что женщины считаются собственностью в нашем обществе, когда другой человек занимается сексом с твоей женой, это считается унизительным. Типа, о, посмотрите, он отомил его жену. Потрясающе. Чтобы не совсем опускаться к физиологизму, я проведу аналогию. Я курю вот уже 8 лет. За эти 8 лет я много тысяч раз выходил курить в подъезду, перед которым стоит лавка. Не моя, общественная, пользоваться ей может кто угодно. И мне нравится на ней сидеть, когда я выхожу курить. Периодически, когда я выхожу, на ней сидят бомжи или заблеванные алкаши. Иногда случается так, что они при мне с нее уходят. Но, несмотря на это, я на нее не сажусь. Скажите мне, это из-за того, что они посмели обладать тем, чем я считаю я обладаю, или все-таки из-за того, что мне брезгливо на нее садиться? А также по той причине, что я не хочу рисковать стать частью эпидемии спида, вероятность заразиться которым резко возрастет с нулевой, да не нулевой, если я буду ебать ту же самую лавку, которую ебут другие люди. Впрочем, ебля лавок и сама по себе вызывает, скажем так, некоторые вопросы, но думаю, вы поняли, о чем я. Вообще говоря, нравится мне его система, где секс — это акт обладания женщиной-мужчиной, и именно из-за этого тебя унижает кто-то другой, трахая твою женщину. То есть, когда мужик трахает другую женщину, для его женщины это, наверное, не унижение, а проблема гуляющих мужей у нас в обществе не сформулирована. Ладно, пора с этим заканчивать. Интервью идет полтора часа, а я использовал буквально мизерную его часть. Хотелось бы поговорить про каждое его высеркуем отлично каждую минуту этого видео, но в формате видеоролика такое не получится. Возможно, для этих целей я запущу на следующих выходных стрим, но в данный момент хотелось бы закончить это дело финальным штрихом, который будет максимально хорошо описывать этого человека. В 2020-м на один из его стендапов было написано заявление по поводу оскорбления чувств верующих. Дело было обречено, и его шутки на тему религии на самом деле слишком беззубы, чтобы до них докопаться. Дева Мария проебалась, я так считаю. Как у тебя родился ребенок? Ну, мой ребенок, я забеременела от Бога, как назвали Иисус. И менты обратились в этот клуб за информацией по его поводу, и о их обращении был предупрежден Долгопол. После чего он устроил настоящую истерику, которая длилась несколько недель. Охота на меня открыла государство. Я поздравляю вас всех, это наша общая заслуга. Я был в шоке, но мне показали сегодня вот такой документ. Оказывается, в петербургский стендап-клуб Хокхэт пришло письмо из Министерства внутренних дел. Это, я сегодня знаю, главные бандиты в нашей стране. Они проводят расследование и пытаются разузнать обо мне по причине того, что они смотрели видео «Новый час шуток» на канале стендап-клуба номер один. Что ж, сказать, что я расстроен, ничего не сказать, потому что мы все понимаем, что это значит. Явно они не интересуются обо мне просто потому, что ищут, как подписаться на мои соцсети. Все мы понимаем, что это начало фактически репрессий. И я очень напуган, и я уверен, что лучше не будет. Я уверен, что у меня начинаются проблемы. Включавшие в себя словесный понос про то, что его обязательно настигнут, и бегство из России, в общем, весело. Хотя уже сейчас пазл, кстати, начинает складываться. Вот его рекламирует сатир, вот он идет кудудю, вот на него пишут заведомо обреченное заявление, после чего менты, у которых так мало источников получения информации, обращаются в этот клуб по его поводу, после чего у него появляется возможность еще и стать жертвой кровавого режима, что повышает твою популярность в разы. И я начинаю подозревать, что это было очень годной рекламной кампанией от его манагера, и что заявление какого-то умалишенного в прямом смысле написать попросили. А возможно даже, что оно было не одно, просто именно на него пал взор нашей правоохранительной системы. Но дело-то не в этом. Так или иначе, в той ситуации его очень активно поддержал блогер по имени Юрий Хованц. Так вот почему я, собственно, обнаружил, что сатир и Долгополов насасывают у одного папочки, и зачем я вообще лазил по его соцсетям. Совсем недавно Хованского посадили в СИЗО за не невинную, если смотреть чисто на слова, но абсолютно очевидно, что не с террористическим посылом песенку, исполненную в смешливой форме. Про него никто нигде не спрашивал, к нему в квартиру просто ворвался спецназ, и на этом конец комедии и начало маразма. И вот Хованский тогда поддержал этого урода. Как вы думаете, Долгополов сейчас орал о беспределии власти, цензуре, что режим приходит расправляться с людьми? Я думаю, ответ очевиден, его соцсети по этому поводу девственно чисты. Когда подобный вопрос не касается его шкуры, эта гнида молчит в тряпочку. Я думаю, это отличный финальный штрих в его характеристику. И с ним, я считаю, на данный момент можно покончить. Остается лишь один вопрос, а какой смысл вообще трогать данного персонажа? Это же всего лишь тупорылый комик, разве на него кому-то не наплевать в конечном итоге? Мне очень нравится теория разбитых стекол. Я не буду ее пересказывать, если не слышали, почитайте сами. На самом деле, чрезвычайно интересная байка, которая вполне себе претендует на то, чтобы быть правдой. Вот я сторонник совершенно идентичной теории, но с единственным отличием. Она не про окружающий нас антропогенный мир, а про конкретно людей. Называется она теория раздолбанных анусов. Идиотов становится тем больше, чем лояльнее мы к идиотам относимся. Нельзя просто молчать, когда кто-то несет подобный деструктивный бред, каким бы бессвязным лепетом он при этом ни был. На это нужно реагировать. Это нужно подвергать осуждению. Потому что мы, к сожалению, страна второго мира. И не можем себе позволить одновременно и жить припеваючи, и иметь общество дегенератов. Вообще, изначально в этом же видеоролике я собирался рассмотреть еще парочку подобных идиотов. Но получилось, как всегда. Текст стал слишком толстым, и поэтому получилось так, как получилось. Если вам понравился этот видеоролик, отпишитесь в комментарии. Возможно, я напишу его продолжение. А пока всем спасибо за внимание. Распространите это видео! Люди должны знать правду! А также оценивайте это видео, подписывайтесь на канал и группу ВВК. Ссылка в описании. До новых встреч!